Болезнь не из легких. Больше 300 белорусов выздоровели от COVID-19 и стали донорами плазмы. Третий четвертый раз приходят на донации. Пропускной режим, где получить справку, чтобы выехать за границу. Помощь рядом. В Бобруйске заработала новая услуга для инвалидов. В месяц он может уделить до 40 часов. Куда обращаться? Лесной урожай. Грибной сезон начался раньше срока. Подосиновики уже появляются, подберозовики. Где искать дары природы? А также лето на пляже, крестный ход и знойный уикенд. Подробный прогноз погоды на выходные. В Беларуси выздоровели и выписаны 22 тысячи 66 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Врачи провели почти 600 тысяч тестов. Зарегистрированы 46 тысяч 868 человек с положительным результатом. Об этом сообщает Минздрав. В страну прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Польши. В столицу приехали сразу 40 фур. Еще пять машин разгрузились в Лиде. Под брезентом дыхательная аппаратура, несколько миллионов респираторов и медицинских масок, антисептики, защитные халаты и комбинезоны, щитки, экспресс-тесты. Тем временем донорами плазмы крови стали уже более 300 человек, переболевших коронавирусом. Некоторые доноры уже по четвертый раз приходят, третий-четвертый раз приходят на донации. Поэтому мы очень рады. И то, что люди откликаются, активно записываются электронные записи. На нашем сайте идет и по всей республике. Нет проблем ни с кем из доноров. То есть они очень смотивированы, они хотят помочь. Они хотят спасибо сказать, помочь и системе здравоохранения. Чтобы попасть в некоторые страны, теперь потребуется справка об отсутствии COVID-19. Желающим выехать за границу надо обратиться в Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. И сдать тест. Исследование платное. Стоит почти 42 рубля. Персональный помощник. Центр соцобслуживания Ленинского района предлагает новую услугу для людей с ограниченными возможностями. Специалисты готовы проводить их до магазина, аптеки или поликлиники. Работники учреждения и волонтеры помогут спуститься с лестницы, перейти дорогу или попасть в общественный транспорт. Сервис бесплатный. Ноу-хау могут воспользоваться лишь инвалиды первой группы с нарушением опорно-двигательного аппарата и по зрению. Можно позвонить и сказать, что да, я вот хочу такую услугу. В месяц он может уделить в рабочее время до 40 часов. Если за инвалидом первой группы установлен уход, оформлен человек по уходу, эта услуга не предоставляется. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры. Корреспонденты Бобруськ-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Не отходя от кассы, женщины в погонах и чистый воздух. В Беларуси уменьшились выбросы парниковых газов. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Теперь белорусы могут снимать наличные прямо в кассе магазина. Услугу постепенно внедряют в деревнях и местечках. За раз можно получить максимум 5 базовых величин – 135 рублей. В городах такая возможность появится в 2022 году. Цена нефти Brent впервые за три месяца поднялась выше 41 доллара. Стоимость фьючерса на луннадской бирже ICE выросла более чем на 2,5%. Эксперты уверены – рост подстегнула предстоящая встреча стран ОПЕК. Беларусь уменьшила выбросы парниковых газов. В 2019-м производство и транспорт выделили в атмосферу чуть более 1 миллиона 230 тысяч тонн загрязняющих веществ. На 7% меньше, чем 10 лет назад, отметил министр природных ресурсов и охрана окружающей среды. Львиную долю ущерба природе наносят автомобили и общественный транспорт, работающий на бензине и других нефтепродуктах. 19 девушек впервые стали выпускниками Института пограничной службы. Шестеро закончили вуз с отличием. Дипломы и лейтенантские погоны получили всего 92 человека. Молодые кадры свободно разговаривают на иностранном языке и способны выполнять задачи в непростых условиях. Большая часть имеет более двух разрядов по военно-прикладным видам спорта. В Полоцке отметили День памяти Святой Ефросинии. Сотни паломников совершили крестный ход по главной улице города. Также организовали книжные выставки, фотосушку и виртуальные путешествия по храмам. Люди читали стихи и звучали песни, посвященные преподобной. Напротив Центра культуры открыли тематическую арт-площадку. Танцы на песке. В Бобруйске стартовал пляжный сезон. В этом году разрешили купаться сразу в четырех местах. В зеленом списке побережья в центре и на шестом микрорайоне. Можно отдохнуть и позагорать у спортивно-оздоровительного комплекса «Шинник» и в районе здравницы имени Ленина. Ранее специалисты санстанции проверили раздевалки, контейнерные площадки, душевые кабины и спортивные зоны. Занятия физкультурой, чтобы не было металлических каких-то конструкций выступающих, не было урн валяющихся, мусора. Инспекторы также будут следить за качеством воды. Проводить исследования каждую неделю. Важно исключить кишечную палочку, сальмонеллу и другие бактерии. Мы просто пришли, посмотрели, что погода прекрасная, решили поиграть. Мяч есть, сетка есть. Некоторые мчили наши команды купались. Мы так уже только ноги мочим, вода очень холодная. Не руселеты провести. Здесь, на речке, а где еще? Так, вода хорошая и купаться не холодно. Между тем, сотрудники освода напоминают, за плавание в запрещенном месте штраф до 80 рублей. В лесах, парках и даже песочницах. В обручении собирают первые грибы сезона 2020. В корзинках в основном подосиновики, маслята и лисички. Анастасия Шевцова тоже сходила за урожаем. Сезон открыт. Грибники в разных частях страны хвастаются находками в соцсетях. Говорят, пошли подосиновики, маслята и подберезовики. Лесничьи напоминают, дары природы надо собирать правильно. Гриб – это плодовое тело, оно растет из грибницы. Грибница сама находится в верхних слоях почвы. Ну и чтобы не навредить, чтобы плодовые тела продолжали дальше появляться, все-таки следует грибы не вырывать с корнем, а все-таки срезать верхнюю часть, оставляя самый нижний корешок. Съедобные и ядовитые. Про отличия грибов рассказывают еще в детском саду, а затем повторяют в школе. Несмотря на это, далеко не все взрослые знают, что стоит класть в корзинку, а от чего можно угодить в больницу. Я собираю, которые съедобные, и условно съедобные, которые я знаю, как надо приготовить. Которые я знаю, те беру, а которые я не съедобно сомневаюсь, те желательно не брать. Собираем обычно с родителями, поэтому у них спрашиваем, и если не знаем, то точно не берем. Эксперты сходятся во мнении, если нет уверенности в лес, лучше и вовсе не выбираться. Бледная поганка, мухоморы, беловатая говорушка вызывают тяжелое отравление и способны привести к смерти. Если после употребления грибов вы почувствовали какое-то недомогание, это тошнота, рвота, жидкий стул, схваткообразные боли в животе, нужно немедленно обращаться в медицинское учреждение, и здесь заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. Грибы растут в смешанных и хвойных лесах. Лучше искать во влажных и тенистых местах. Особенно часто они попадаются в болотистых низинах и поймах рек. Грибам нравятся молодые посадки деревьев. В них не составит труда найти маслята или подберезовики. Врачи готовы рассказывать про пользу этого продукта без остановки. Грибы на 90% состоят из воды и витаминов группы В. Правда, усвоить микроэлементы под силу лишь здоровому организму. Ослабленным людям и детям лучше не рисковать. Анастасия Шевцова, Владимир Гребеневич, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Ни холодно, ни жарко. В Бобруйске установилась теплая и сухая погода. Утром было ясно. Столбики термометра показывали плюс 8. Днем над городом собрались облака. Потеплело до 20 градусов. Надолго ли тренд, уточнила Кристина Рианц. Синоптики обещали и не подвели. В страну пришло настоящее лето. Теперь, по прогнозам, с каждым днем будет все теплее и теплее. Уже в воскресенье ожидается до плюс 29. Теперь главное не обгореть и держать водный баланс. В дорогу с собой стоит брать чистую питьевую воду. Именно благодаря ей можно и жажду утолить, и организм не обезвожить. Водяной смерч прошелся по французской коммуне на берегу Бискайского залива. В департаменте второй день идут сильные дожди, гремят грозы. Объявлен желтый уровень опасности. Жители прибрежных районов призвали без необходимости не покидать свои дома. Тропический шторм Кристоболь после выхода на сушу в Мексике ослабел до депрессии. Сильные дожди уже вызвали наводнение на всем протяжении полуострова Юкатан. Опасные для жизни оползни остаются с самой большой угрозой. Завтра в Бобруйске метеорологи обещают облачную погоду, дожди с грозами. Сухо будет только в субботу вечером. В воскресенье осадки появятся наоборот ближе к ночи. Уикенд днем передают 22-25 со знаком «плюс». В темное время суток от 15 до 17 тепла. Схожая погода ожидается в течение всей предстоящей недели. Кристина Ильянс, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за нами в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры делал DimaTorzok